Дом номер 33 на видовой могут признать опасным для проживания. Сейчас его жители расселены. Собакам и кошкам могут разрешить летать в салоне самолета. С такой инициативой выступили в Госдуме. Код по прописке. Теперь госномер на машине будет зависеть от места регистрации его владельца. Музыкальные школы Сочи получили новые инструменты. Сразу в три учреждения сегодня привезли ксилофоны. Дом номер 33 по улице Видовая могут признать опасным для проживания. Накануне во время плановой проверки управляющей компанией было обнаружено увеличение трещины на крыше. На место выехали представители администрации города и обслуживающей компании. Дом обследовала комиссия. Пришли к выводу, что трещина увеличилась после дождей. Ситуация пока не критичная, но проблему будут решать в кратчайшие сроки. Обнаружены подвижки по конструктивным элементам этого аварийного дома. Кстати, чего были поданы все сигналы, подняты аварийные дежурные службы. Сегодня специалистами департамента строительства и управления капитального ремонта администрации города Сочи обследован этот дом полностью. Это все отфиксировано. Поставлены маячки на трещины на крыше дома. Всю ночь на месте дежурили спасатели. Кроме того, вечером был экстренно собран оперативный штаб. Его возглавил замглавы города по ЖКХ Сергей Робилко. Было принято решение подготовить техническое заключение, согласно которому в случае опасности пребывания в доме будет введен режим локальной ЧС. Жители переселят во временное жилье, где они будут находиться до получения новых квартир. Добавлю, что дом был признан аварийным в ноябре 2015 года. В нем 195 квартир, из них 100 находятся в муниципальной собственности. Часть уже расселена. В своей очереди ожидают жильцы еще 148 квартир. Дом включен на 2020 год в региональную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья со сроком исполнения в 2021 году. 70 кубанских чиновников лишились своих постов из-за коррупции в прошлом году. Об этом сегодня рассказал прокурор Краснодарского края. Под председательством Сергея Табельского состоялось заседание коллегии надзорного ведомства. В совещании приняли участие начальник управления Генеральной прокуратуры в Южном федеральном округе Константин Сомов и глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что именно принципиальная позиция прокуратуры позволяет доводить дела о коррупции до суда, вне зависимости от высоких должностей и статуса обвиняемых. Сергей Табельский рассказал, что с участием надзорных органов удалось предотвратить нецелевое расходование бюджетных средств в размере 500 миллионов рублей. Неизменным приоритетом для нас оставалась борьба с коррупцией. С учетом заданной Генеральной прокуратуры курса, основные усилия были сосредоточены на выявлении и пресечении значимых и общественно опасных деяний, которые требуют прокурорского вмешательства. Во взаимодействии с законодательной, исполнительной властью, правоохранительными структурами сегодня совершенствуется и региональное, и муниципальное нормотворчество, и борьба с коррупцией в этом направлении очень важна и серьезна. Превентивные должны быть приниматься меры. А всего правоохранительными органами выявлено более тысячи коррупционных преступлений. Практически полмиллиарда рублей нецелевого использования бюджетных средств были выявлены, я бы сказал, пресечены, а самое главное, виновные в нецелевом использовании понесли заслуженное наказание. Я благодарен прокурору края за свою позицию, за неотвратимость наказания любого чиновника, любого должностного лица в крае, какую бы должность он ни занимал. Это принципиально. Иначе, если будут кто-то недосягаем, либо избирательный подход, никогда мы не сможем навести порядок в коррупционной составляющей жизни нашего края. Сегодня перед регионом стоят масштабные задачи по реализации национальных проектов. На них выделяются значительные средства из федерального и краевого бюджетов. Вениамин Кондратьев предложил создать рабочие группы с участием прокуроров, которые смогут еженедельно отслеживать ситуацию в муниципалитетах. Сергей Табельский поддержал эту инициативу. Деньги и из федерального бюджета, и из регионального предусмотрены огромные, именно огромные, десятки миллиардов рублей на реализацию национальных проектов. И самое главное, чтобы эти деньги на самом деле были освоены в крае, в интересах жителей края и каждого муниципального образования. Они вернулись из муниципальных районов в краевой бюджет, а с краевого в федеральный. Вот что сегодня очень важно. Поэтому я очень прошу, особенно прокуроров на местах, осуществлять такой неустанный ежедневный надзор за текущим статусом реализации национальных проектов. В каждом муниципальном образовании. Все сферы жизни затронуты сегодня национальными проектами. А если идет отставание с проектной документации, значит там еще экспертиза впереди. Экспертиза тоже внесет свои коррективы в сроки. А потом конкурсные процедуры еще вносят свои коррективы в сроки. А в качестве счета страдают люди, жители района, потому что не получат либо какой-либо социальный объект, либо не улучшится какая-либо сфера жизни. Набирает обороты реализации стратегически важных национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни людей. В данной сфере прокурорами Краснодара, Динского, Кореновского, Кущевского, Тимрюкского, Тимашевского районов и другими выявлено более 170 нарушений. Мы продолжим заданный президентом курс на обеспечение законности при расходе бюджетных средств, выделенных на эти цели. Кроме того, на заседании коллегии прокуратуры обсудили вопросы долевого строительства. Как отметил Сергей Табельский, на Кубани удалось значительно нарастить темпы ввода домов-долгостроев. Так, с 2016 по 2019 год завершено строительство 180 проблемных домов. В текущем году планируют создать еще более 100 жилых домов, а это порядка 14 тысяч квартир. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Старт к подключению Ильского перерабатывающего завода к ветке магистральных нефтепроводов дал сегодня губернатор Краснодарского края. Теперь по новой трубе на предприятие поступает полтора миллиона тонн сырья в год. В дальнейшем мощности планируют увеличить почти в четыре с половиной раза. Благодаря росту объемов переработки на заводе создадут около тысячи новых рабочих мест. Значительно возрастут и поступления в краевой бюджет. Для региона это знаковое событие, рассказал Вениамин Кондратьев во время осмотра пункта приема сырой нефти. В октябре-ноябре месяце мы сдаем шестую установку и объем переработки увеличится в два раза. У вас получается налоги будут более трех миллиардов для поступлений? Да. Если вы с трех миллионов тонн, практически до семи миллионов тонн увеличите переработку нефти, налоги поднимаются примерно на три миллиарда в бюджет всех уровней работающих. Плюсом к 2024 году становится еще одна тысяча. Это же не только, по большому счету, создание новых мощностей. Это создание условий, в том числе и для людей, которые здесь живут, чтобы занятость была. Это, в первую очередь, зарплата и стабильность населения, о чем мы говорим. Большая экономика складывается из экономик вот таких предприятий. И района, и края в целом страны. Три года назад на Ильском заводе было запущено первое подключение к магистральному нефтепроводу. Это позволило предприятию принимать до трех миллионов тонн нефти в год. Сегодняшнее событие – новый этап для предприятия, которое постоянно растет. Инвестиционное соглашение о строительстве новой очереди завода было заключено на Сочинском инвестиционном форуме. В Госдуме поддержали требования россиян перевозить крупных домашних животных в салоне самолета. Председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил сажать животных в самолеты рядом с хозяевами. В конце января на борту самолета Аэрофлота из-за неправильной обработки багажа погибли два кота и еще одна кошка получила обморожение. После этого граждане потребовали изменить статус домашних животных с багажа на пассажира. Член Госдумы Владимир Бурматов направил обращение в Минтранс с просьбой пересмотреть действующие правила перевозки домашних животных авиакомпаниями, сообщил портал «Известия». Парламентарий предложил увеличить параметры веса животных до 10 килограммов. Сейчас в салоне самолета разрешено провозить животных весом не более 8 килограммов. Он объяснил это тем, что такие нормы приняты уже во многих странах мира. Кроме того, депутат предложил разрешить владельцам животных выкупать соседнее кресло для установки более габаритной переноски. По словам автора проекта, в отдельных случаях также нужно разрешить питомцу летать в ногах у хозяина. В первую очередь это предложение касается собак. Как рассказали в Минтрансе, вопросы перевозки животных в самолетах рассматривают в рамках межведомственной рабочей группы министерства. Теперь госномер на автомобиле будет иметь код соответствующей прописке его владельца. Об этих и других изменениях в правилах регистрации автомобилей, которые вступили в силу с 1 января, нам рассказал государственный инспектор ГИБДД по городу Сочи Виталий Андреев. С 1 января госномера на автомобиль будут выдавать с привязкой к коду региона, в котором постоянно зарегистрирован владелец машины. То есть код 123 могут получить только сочинцы с пропиской. Если заявитель, гражданин обращается в регистрационное подразделение, в любое регистрационное подразделение территории Российской Федерации, а постоянно прописан он в Оренбургской области, то ему системой в автоматическом режиме присваивается государственный регистрационный номер 56 региона. К тому же условному жителю Оренбургской области, не прописанному в Сочи, регистрационный знак в виде металлической пластины в ГИБДД теперь выдавать не будут. Он получит только свидетельство о регистрации, где госномер будет указан на бумаге в виде набора цифр и букв. Такие пластины с таким спектром субъектов Российской Федерации, которых большое множество на нас в России, изготовить крайне сложно, поэтому выдается только свидетельство о регистрации. Заявитель самостоятельно обращается в соответствующие организации, изготавливает пластины, устанавливает их, эксплуатирует автомобиль. Еще одно нововведение в правилах постановки машины на учет. Теперь автомобиль нельзя регистрировать на несовершеннолетних. Раньше эта практика помогала водителям уходить от ответственности за нарушения ПДД. Механизм позволял избегать несовершеннолетним владельцам автомобилей административной ответственности за разного рода правонарушения. В настоящее время этот механизм отрегулирован. И, соответственно, до их совершеннолетия регистрация осуществляется законным представителем, либо родителем, либо опекуном, соответственно, который является совершеннолетним и в полной мере несет административную ответственность. Машины несовершеннолетних, зарегистрированные на родителей, будут автоматически сниматься с регистрации по достижении владельцам 16 лет. После нужно обратиться в ГИБДД. Также с начала года регистрировать новый автомобиль смогут прямо в автосалоне. Для этого у дилера должно быть разрешение от ГИБДД, а в штате – прошедшее специальное обучение сотрудники. Поэтому пока такую услугу автосалоны Сочи не оказывают. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Ко дню Победы во всех районах Сочи появятся тематические фото и медиазоны. Об этом стало известно на совещании по утверждению концепции праздничного оформления города к 9 мая. В канун 75-летия Победы на улицах появятся яркие световые баннеры, флаги, растяжки и информационные медиаэкраны. Алексей Копайгородский отметил, важно, чтобы тематические баннеры были обязательно размещены вблизи аэропорта и железнодорожных вокзалов, чтобы все гости, которые приезжают в Сочи, узнали об истории города в годы Великой Отечественной войны. Необходимо напомнить жителям и туристам о сочинских госпиталях. Чтобы была тематика привязки к нашему городу обязательно. Огромное количество людей, которые создавали госпиталя, которые создавали лечебную профилактическую базу, где лечились и отправлялись дальше на поле боя. Это нужно говорить. К 9 мая город украсят в едином стиле. Во всех районах курорта разместят фотозоны, арки в виде звезд и медиаэкраны, на которых жители и гости города увидят фотографии ветеранов и смогут прочесть историческую справку о подвиге сочинцев в годы войны. На улицах появятся растяжки с изображением военной символики, в частности георгиевских лент. Набережные и прогулочные зоны украсят праздничными флагами и иллюминацией. А наш канал продолжает серию репортажей об участниках Великой Отечественной войны, живущих в Сочи. Сегодня мы расскажем о Георгии Павловиче Гордиенко, который всю войну прошел в экипаже «Катюши». На смертный бой в 41-м Георгий Гордиенко пошел со всей страной. 17-летний токарь сразу прошел отбор в батарею реактивных систем залпового огня, которые в войсках прозвали «Катюшами». На долю Георгия Павловича пришлись самые тяжелые сражения – оборона Сталинграда и Курская дуга. Но в целом Гордиенко прошел все тропы войны. Как известно, «Катюши» выпускали большое количество снарядов. За один залп уничтожали и технику врага, и самого неприятеля. Артиллерийские машины нужны были на всех фронтах, рассказывает участник Великой Отечественной. Поэтому экипаж Георгия Гордиенко то и дело перебрасывали с места на место. Где очень трудно было, немцы прорывали туда. Мы как дадим залпы, не сказал бы, как дадим, 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 Катюше. Они там удивляют, что это же у нас на машинах уже были. И вот удивлялись. Прямой наводкой на них лупили. Тогда уже прямой наводкой. Катюша прямо вот здесь вот они идут, а мы на них, Катюша, разбили, конечно, все. И пошло, пошло, пошло. Дальше в Белоруссию вошли, Минск взяли. И потом с Минска уже в Польшу вошли, в Варшаву. И дальше с Варшавы уже в Германию вошли. И Берлин закончили. А Берлине прямо у Рейстака у нас стояла эта Катюша. Взяли Берлин и в Рейстака были первыми. Тяготы войны Георгий Гордиенко вспоминает неохотно. Ветеран на войне пережил и бомбежки с самолета, и ранения. Выжить помогала музыка. Выходила, говорит, Катюша, А высокий день на кровь. Ради победы нашей любимой Родины. Вот и воевали. Мне уже 97-й пошел. Я, конечно, думаю, как бы дожить до 9 мая. Только так вот думаю. Дай Бог дожить до 9 мая, чтобы встретить опять. И тогда приходит, говорит, поздравляет меня, как бы сейчас. Мне приятно становится. И меня это движет в жизни как-то. Значит, я кому-то нужен. Мы еще нужны людям. Это самое важное в жизни. Георгий Павлович всегда шел с песней по жизни. Он человек-оркестр, владеет практически всеми музыкальными инструментами. Но любимый – это аккордеон. 15 лет Георгий Гордиенко работал культработником в санатории «Красный штурм». Играл в оркестре. Сегодня он по-прежнему выступает перед публикой. Сыграет и споет песни военных лет и на мероприятиях в честь Дня Победы. Ехал я из Берлины по дороге прямой, на попутной машине. Ехал с фронта домой, ехал мимо шаги, ехал мимо орлах. Там, где русская слава, все тропинки и прошла. А еще мы продолжаем проект «Календарь Победы» в эти дни. Но за два года до Победы в 1943-м была проведена Новороссийская десантная операция, в результате которой отряд под командованием майора Куникова занял плацдарм вместе с партизанами. Более семи месяцев предстояло сражаться с защитником плацдарма, получившего название «Малая земля». Малая земля рассматривалась как ключ к освобождению Таманского полуострова. Отряд находился в крайне невыгодных условиях, на открытой местности, в то время как противник владел всеми окружающими высотами. Поэтому вся занятая территория была изрыта траншеями. В том числе в скальном грунте было оборудовано 230 скрытых наблюдательных пунктов и более 500 огневых точек. Созданы подземные склады. Командный пункт находился в скальном убежище на глубине 6 метров. Доставка грузов была затруднена. Защитники «Малой земли» постоянно нуждались в боеприпасах и продовольствии, но не отступали. За проявленную отвагу и героизм 21 защитник «Малой земли» был удостоен звания Героя Советского Союза. Сотни воинов награждены орденами и медалями. В Новороссийске установлен мемориал защитникам «Малой земли». 5 февраля родился герой Советского Союза Александр Матросов. В феврале 43-го батальон, в котором служил 19-летний Матросов, сражался у деревни Чернушки. Сегодня это территория Псковской области. Александр подобрался к дзоту и бросил в амбразуру две гранаты. Огонь на время прекратился, но возобновился, как только батальон пошел в атаку. Чтобы закрыть бойцов от обстрела, матросов закрыл амбразуру своим телом. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А 5 февраля 1945-го Красная Армия уже очищала от врага земландский полуостров. Это на северо-западе Кёнигсберга. Зажатые на узкой полосе побережья гитлеровцы оказывали упорное сопротивление. В итоге пришлось подтянуть артиллерию и совершить мощный прорыв на узком участке. Тем самым вражеские позиции были разрезаны на две части и потеряли пути отхода. В номере газеты «Правда» от 5 февраля рассказывалось о 120 советских девушках, угнанных в рабство в Германию, в поместье Рихтенау. Многие из них были замучены и доведены до самоубийства. Но те, кто выжил, услышав о подходящих частях Красной Армии, восстали против помещицы и перебили охрану. В этот же день войска союзников вступили в столицу Филиппин Манилу и совершили налет на японские аэродромы и базы. Освобожденные территории возвращаются к жизни. Восточная Украина начинает помогать западным областям. Для работы в школах и вузах отправлено почти 10 тысяч педагогов. Высланы 2 миллиона тетрадей, письменные принадлежности, учебники. А нефтяники Баку добывали нефть для победы. В первые дни февраля ежесуточная добыча выросла на 140 тонн. Этого удалось добиться, а в том числе за счет возврата скважин из длительного простоя. Музыкальные школы Сочи получили новые инструменты. Сразу в три учреждения культуры сегодня привезли ксилофоны. Эммануил Аскеров первым из учеников музыкальной школы имени Шмелева касается клавиш нового ксилофона. В музыкальной школе я уже занимаюсь четвертый год, это последний год, выпускной. Мне очень нравится играть на ударных инструментах. Этот ксилофон очень хорошего качества, мне понравилось на нем играть. Ксилофон привезли в Сочи только сегодня. Школа получила его по нацпроекту «Культура». Педагоги отмечают инструмент высокого качества и с ярким звучанием. Производство, кстати, отечественное. Такие же инструменты сегодня по федеральной программе получили еще две школы в ауле Хаджико и в Адлере. В прошлом году по тому же нацпроекту Сочи получил семь фортепиано. Одно из них – тульского производства в школе имени Шмелева. В следующем месяце ожидаем поступления еще инструментов для наших духовых оркестров детских. На 22-й год тоже уже приняты заявки на поступление музыкальных новых инструментов. Всего же в Краснодарском крае до конца недели 46 музыкальных школ получат 138 ударных инструментов. Это барабаны, ксилофоны и оркестровые тарелки. В сентябре мальчик стал чемпионом мира по шахматам, обыграв всех соперников на крупнейшем юношеском соревновании в Китае. Сейчас он готовится сразу к двум международным турнирам – чемпионату мира в Грузии и чемпионату Европы в Турции. Как отметил мэр Сочи, такие горожане – гордость курорта. Будем оказывать максимальное содействие, чтобы наш парень Артем Лебедев, сочинец из Краснодарского края, выиграл всех и привез все самые первые награды сюда. Артем Лебедев – воспитанник Сочинской спортшколы номер 11, состоит в сборной Краснодарского края по шахматам. В прошлом году стал обладателем городской премии «Золотой Прометей» в номинации «Гордость Сочи». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й, кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok